Ребят, всем привет! Сегодня будем говорить про накопление денег. На самом деле я росла с установкой, что нужно много копить, нельзя тратить, нужно все время откладывать, чтобы позволить себе что-то большее. Но если честно, последние несколько лет у меня совершенно другой подход к деньгам, про который я сегодня буду говорить. И да, я должна играть в эту игру ютуба, и когда добавляешь слово миллионер в название видео, выстреливает намного-намного лучшее. Но если честно, я не очень люблю прям вот так вот, миллионерша. Но за прошлый год у меня получилось заработать больше миллиона долларов, поэтому я считаю, что я могу с честной душой снимать это видео. Поэтому погнали, расскажу о своих финансовых привычках. Какие-то советы, которые я буду давать в этом видео, будут немножко контринтуитивные. И еще раз, ребят, это видео не для того, чтобы выпендриться и что-то там кому-то доказать. Помимо доходов у меня есть расходы и налоги. Но первый совет немножко такой интересный. Та-да-да! В детстве мы все время пытались покупать вещи подешевле. До определенного возраста все мои вещи были либо из секонд-хенда, либо с апракси на двора. Что было окей, но из-за того, что эти вещи были не сильно качественные, их постоянно приходилось обновлять. Пока в какой-то момент я не загорелась купить себе сумку Louis Vuitton. И, естественно, в сумке Louis Vuitton есть вот эта вот часть, когда ты там показываешь, что вот, могу себе купить, выпендриваюсь, там, можете сказать, обвешиваюсь брендами, что угодно. Но сам факт, что когда я купила первую сумку Louis Vuitton, а до этого я покупала сумки, там, не знаю, когда у меня уже стали появляться немножко деньги, я там покупала в H&M каждый сезон новую сумочку по 20 долларов, там, по 30. А у меня скопилось какое-то неимоверное количество дешевых сумок. И я все равно была вот немножко недовольна, потому что мне казалось, что недостаточно модно, недостаточно классно. Когда я купила первую сумку Louis Vuitton, и мы до сих пор ее носим в семье, потому что, ну, это качество, которое на десятилетие. Это не реклама Louis Vuitton, ничего там не спонсировано. Хотя, ну так вот. И когда ты что-то покупаешь брендовое, ты понимаешь, а мне больше ничего не надо. Я все время хочу ходить вот с этим рюкзаком, там, да, или сумка тогда у меня была. Вот этот рюкзак мы купили в 2018 году за, по-моему, 1500 долларов или что-то такое. И вы скажете, что за бред покупается такой дорогой рюкзак. А я вам скажу, что если бы мы не купили этот рюкзак, я бы покупала что-то подешевле, но постоянно. И, соответственно, больше вещей, больше сумок, и, может быть, бы больше денег потратила. И сейчас у меня, вот я вам сейчас покажу шкаф. Есть вот этот рюкзак, есть большой рюкзак, который мне бесплатно подарили в Ютубе для поездок с детьми. И есть большая сумка для пляжа, которую мне тоже подарили бесплатно, когда я покупала косметику в Неймин Маркусе. Все, больше у меня ничего нету. И все, я больше ничего не хочу покупать, мне вот этого достаточно. И еще знаете, что очень интересно, что вот такие вот вещи намного легче потом продавать. То есть, если я хочу этот рюкзак продать, я не знаю, я, может быть, там, за 1000 долларов его продам. Ну, опять же, зависит от того, что вы купили. Но, например, мои прошлые сумки H&M почти будет невозможно продать, потому что они уже все поизношены. И понятно, что людям проще купить просто новую сумку в том же H&M, чем покупать что-то БУ. Поэтому вот этот подход к покупке более качественных и дорогих вещей, он на самом деле, как мне кажется, в долгосроке сохраняет вам деньги. Ребят, быстрый опрос. Интересно, вас, родители, как воспитывали? Копить, 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 не тратить и вот сохранять вот эту подушку? Или наоборот, покупать более качественные вещи, но при этом потреблять меньше, инвестировать деньги? Интересно посмотреть, напишите, пожалуйста, внизу комментарий. Следующая очень интересная вещь, это вот такое вот состояние души человека, который арендует. На самом деле, я ему очень благодарна, потому что до 25 лет я жила с родителями, и в 25 лет, когда мы получили инвестиции на Lingva Trip, это была классная возможность съехаться с Димой, потому что мы переезжали в Америку, и в принципе, ну все уже, да, было понятно. И сначала мы арендовали однокомнатную квартиру в Mountain View, потом однокомнатную в Сан-Франциско, потом другую однокомнатную в Сан-Франциско, потом двухкомнатную в Сан-Франциско, и теперь переехали в дом. И это все за последние 7 лет. И каждый раз, когда я переезжала, я понимала, насколько это стрессовое событие, потому что тебе нужно все запаковать. Чем больше у тебя вещей, тем больше тебе нужно вызвать грузовик, тем дороже это будет. И муверам, ребятам, которые помогают переезжать, ты платишь по часам, а еще потом это все нужно сложить, когда ты переезжаешь, да, кровать же просто так не перевезешь. И сейчас, с одной стороны, я понимаю, что мы в этом доме, там, может быть, на 2-3 года, и я готова инвестировать в комфорт и в какой-то уют, то есть я обустраиваю наш дом, покупаю какие-то вещи, но здесь именно вот такое осознанное гнездование, потому что я понимаю, что в какой-то момент мы переедем. И одно дело, когда ты покупаешь и знаешь, что действительно улучшит твой комфорт что-то, другое дело, когда просто что-то на распродаже, и ты такой, блин, возьму классное покрывальце, ой, блин, возьму классная лампа, вот этого у меня совершенно нету, потому что я понимаю, что ой, классное возьму, это значит, что переезд будет гораздо-гораздо сложнее. Но я надеюсь, на самом деле, что когда мы что-то купим свое, у меня все равно немножко останется вот этот вот mindset, renders mindset я это называю, такое мышление арендующего человека, потому что, например, в моей семье все мои родственники всегда владели теми местами, где они жили, и поэтому у всех всякое-всячина, ой, неохота выкидывать там какие-то старые туфельки, но положу в шкаф, и в итоге столько вещей, даже когда небольшая квартира. И это то, что как раз я вижу, что часто происходит, когда ты владеешь тем местом, где живешь, то, что ты понимаешь, а, ладно, сложи пока в гаражик, пусть оно все там лежит, и в итоге ты обрастаешь очень большим количеством ненужных вещей. Следующий совет, который очень хорошо для меня работает, это организовывать вещи, которые у вас уже есть, особенно если у вас что-то лежит в каких-то дальних шкафах. Например, мы с помощницей недавно разобрали полностью мой шкаф в студии, потому что получалось так, что я забывала, какие вещи у меня есть, а это очень легко, если, например, дело идет о каком-нибудь XLR-проводе для микрофона. Ну вот я куда-то его там положила в студии, потом думаю, так, есть у меня такой провод или нет, ой, неохота рыться в этом забитом шкафу, куплю-ка я еще один провод, и в итоге ты тратишь лишние деньги на те вещи, которые у тебя уже есть. Поэтому я полностью освободила тот шкаф и переложила все в другой, где я все могу видеть, чтобы я могла понимать вообще, что у меня есть. То же самое касается детских вещей. Кажется, ой, ладно, я переберу вещи, когда родится второй ребенок. Когда второй ребенок родится, уже нет времени. Поэтому все вещи девочек мы разложили по контейнерам, где подписано на какой возраст какие вещи. И теперь, когда Лили исполнится 9 месяцев, я залезу в контейнер с вещами для 9-месячных и посмотрю, что у меня там есть, чтобы не покупать заново. А там еще одни ползуночки, еще одни штанишки. И это, я думаю, сберегает нам много денег. Естественно, когда мы говорим о финансовых привычках, важно понимать, что просто следуя вот этим финансовым привычкам, ты не станешь миллионером. Важно найти дело, которым ты будешь зарабатывать. Но при этом мы очень часто слышим истории, та же история Майкла Джексона, человек, который зарабатывал миллионы, а в итоге обанкротился. И это очень часто происходит с людьми, которые не имеют финансовой грамотности, не имеют финансовых привычек, они зарабатывают миллионы, но в итоге не знают, как ими распоряжаться, и поэтому начинают тратить направо-налево, не инвестируют, не сохраняют, и в итоге приходят к тому, к чему приходят. Поэтому, естественно, не нужно воспринимать это видео как, а, сейчас я куплю сонку Лавитон, сейчас я, значит, организую все по контейнерам, и у меня все будет классно в этой жизни, я стану миллионером. Это про то, что развивать культуру, чтобы она сохранялась на любом уровне дохода, неважно, сейчас ты студент и не зарабатываешь, или ты человек, у которого там бизнесы, влоги, курсы и так далее, и миллионы в месяц. Я сейчас начала работать с финансовым консультантом, который мне помогает быть более агрессивной в инвестициях, потому что я очень много держу денег в кэше непосредственно. Так вот, финансовый консультант мне сказал, Марина, считаем, сколько тебе нужно денег на ближайшие три месяца, они у тебя лежат в кэше, все остальное мы раскладываем по портфелям. Если ты собираешься через год купить недвижимость, окей, мы положим в портфель, который менее рисковый, потому что мы знаем, что через год нам нужно будет достать примерно эту же сумму. Вот эти деньги тебе не нужны в ближайшие пять лет, хорошо, мы их кладем в другой портфель, который на пять лет, а вот эти деньги ты откладываешь для детей, прекрасно, так тогда мы кладем в портфель на 17 лет, чтобы они могли их достать к университету. В общем, советую сводиться к тому, что три месяца ваших доходов должны лежать в кэше, все остальное должно быть инвестировано, и это, опять же, очень дисциплинирует, потому что если ты идешь куда-то в магазин и хочешь купить, я не знаю, новое платье, и ты понимаешь, что так, ты сейчас вылезешь за бюджет, ты не будешь продавать акции там. Гугла, не знаю, для чего ты там только что купил, для того, чтобы купить платье, ты просто откажешься от какого-то расхода. Безумно дисциплинирующая стратегия. Ну что, вот эта малышка супер дорогая, но скоро себя купит. Что происходило? У меня была и есть маленькая Nespresso кофемашина, и как бы вкусный кофе, но все равно хотелось кофе из кафе, потому что, естественно, оно получше. И я ездила где-то три раза в неделю, и я живу в месте, где латы стоят 6 долларов, ну и я брала обычно парочку латы себе и няне, три раза в неделю, но окей. Вот, пока в какой-то момент я не пролила кофе, заезжала к нам на гору и пролила в нашу новую машину. Пришлось вызывать человека, который чистил это все, химчистку салона, 200 долларов это стоило. И я поняла, что, а зачем я трачу время, зачем я тратю дополнительные деньги, если можно купить красотку вот такую домой. И мы пользуемся ей по нескольку раз в день, я думаю, что мы ближайшие пару месяцев уже купим, хотя она была достаточно дорогая. Но теперь у нас тут классный кофе дома. И второй момент, это купить кулер домой. Раньше я почему-то думала, что это чисто офисная вещь, но когда у нас появилась Эмили, я как бы и раньше немножко, я такой человек, знаете, человек из России, если не стоит дополнительный фильтр, то он либо сам фильтрует воду, либо покупает в бутылках. Так вот, мы покупали в бутылках, особенно когда Эмили появилась, да, все там для детского питания. И потом подумала, блин, а если купить кулер? И в итоге получается намного выгоднее, потому что, во-первых, все бутылки вы можете перерабатывать, да, приезжает грузовик, забирает старые бутылки, оставляет новые. Во-вторых, это более вкусная вода, не дистиллированная, а из каких-то там источников, я надеюсь. И у него есть опция кипятка, это значит, что не надо ждать, пока загореется чайник. Чайник мы стали использовать только если много гостей приходит, и кулер не справляется. Но прям для меня это какое-то открытие, и мне безумно нравится, когда дома хорошая вода. Следующий момент, который многие могут назвать не суперэффективным, но я каждый месяц сажусь и прохожусь по всем своим расходам. Есть всякие айпки, которые позволяют это делать. Из-за того, что у меня очень много щитов, я не могу пользоваться каким-то конкретным приложением. У меня обычная Google Sheet табличка, где я ношу расходы по месяцам. И это мне помогает с двумя вещами. Во-первых, я замечаю подписки, которые мне не нужны. То есть сейчас я смотрю там новый секс в большом городе, но как выйдет последний эпизод, я 100% забуду после него зайти и заканцелить подписку на HBO. Но в конце месяца, когда я буду проходить по подпискам, и такая, о, а HBO мне еще нужно или нет? И с одной стороны, вы можете сказать, что Марина, но ты экономишь всего там 15 долларов в месяц. С другой стороны, я считаю, что очень важно иметь вот такой систематический подход к любым финансам. То есть у нас LingvaTrip тоже самое, мы проходим, ну это естественно для компании, когда ты уже проходишь по финансам и все подбиваешь. Хотя это было не так, когда я сама вела финансы. А также в моих ютубовских бизнесах каждый расход подбивается. И ты постоянно держишь руку на пульсе, что выросло, какая новая подписка появилась. И замечаешь это не через год, когда там бухгалтерскую отчетность сдаешь, а каждый месяц. И второй момент, с чем это помогает, это смотреть на твой net worth, твое состояние. В какие-то месяцы меня очень радует эта цифра, особенно там даже если бизнес немного принес денег, какой-то конкретный месяц. Например, инвестиции хорошо выросли. Прошлый месяц, не очень хочется комментировать, но вы все знаете, что рынки упали, естественно это упало. Но опять же, это хорошо, что я вижу, что у меня вот такие вот инвестиции, которые в кризис достаточно заметно колеблются. Может быть и смысл немножко поменять стратегию и добавить менее волатильные активы. Поэтому табличка, это занимает у меня 3-4 часа в месяц, естественно у меня есть финансовый менеджер, который мне с этим помогает, который по всем расходам по бизнесам проходится. Но лично я веду сама. И я считаю, что это очень полезная и дисциплинированная штука. Кстати, если вам больше интересно про мои инвестиции, я оставлю внизу ссылку на мой телеграм-канал, в котором вот я сейчас буду рассказывать. Сейчас мы уже начнем с финансовым советником инвестировать как раз по этим разным фондам, какой там на 5 лет, какой на 15. Буду рассказывать про то, что он мне в итоге советует. Следующий момент интересный такой. Когда мы только стали родителями с Димой, нам казалось, что надо покупать Эмили игрушки, вот это, вот это. И я поняла, что мы это покупали, потому что нам казалось, что это нас делает хорошими родителями. Немножко странный угол, да, на съемке? Ну, в общем, мы это покупали, потому что нам казалось, что мы станем хорошими родителями таким образом. Но Эмили до сих пор, ей нравятся игрушки, но у нее нет такого, что ой, я хочу Барби там. Она заходит в магазин, она обидит какую-то игрушку, она повертит ее, на самом деле положит на место, и ей не так интересно. У нее там есть две любимых игрушки, с которыми она постоянно ходит. Все остальное, что мы покупали, она не сильно с этим играет. То есть я люблю покупать ей книги, мне кажется, хорошая инвестиция. А вот все эти игрушки, которые мы покупали, с 90% она не играет. На самом деле для детей намного важнее время, которое мы с ними проводим. Поэтому в последнее время мы почти ничего не покупаем в плане игрушек. Нам много дарят, и много я беру у мам знакомых здесь в долине. Мы обмениваемся игрушками. Мне кажется, это хорошая привычка, потому что это либо передается дальше, либо убирается. И ребенок больше сфокусирован на качественных каких-то занятиях, чем на том, чтобы там разбирать новые игрушки. Это вот на самом деле почти все, что есть у девочек. У них есть вот такая вот полочка с игрушками. У них есть... Тут, где Лили сидит, разбирается, вот те, обожаемые, Куба, то есть. Кухню подарили нам. И книжечки. И немножко игрушек у них есть внизу, на первом этаже. Естественно, я бы не сказала, что это какой-то минимализм в игрушках, но намного меньше, чем я часто вижу там у детей просто. Этажи с игрушками. Ну, может, мы еще не дошли просто до этого, да? Надеюсь, что не дойдет. Следующий момент касается того, что... Я не знаю, насколько это культурная штука, но я замечаю, что американцы гораздо более легко платят за то, чтобы им сэкономили время, потому что они понимают, сколько стоит их час. То есть люди спокойно платят за подписку на доставку продуктов. Люди платят годовой мембершиф Амазоне, который им доставляет продукты. Люди готовы платить за то, что выгуливают их собаку. Люди готовы платить за садовника, за повара. Когда, например, в России, ну, в русском менталитете, я часто сталкиваюсь с тем, что меня упрекают за то, что у меня няня, и я вдруг хочу вторую няню, то-то-то, ты что? Или там повара я нанимаю, ты что? Как это так? Или я нанимаю уборщицу, или нанимаю помощницу. Но я применяю тот подход, который часто применяется в Америке. Я понимаю, сколько я могу заработать за час. Естественно, я не все время работаю. Естественно, у меня есть время, когда я провожусь с детьми и так далее. Но что лучше? Я проведу это время с детьми, убираясь, или что-то там готовя, и периодически поглядывая на них, либо я сяду и полностью погружусь в их игру. Или мы куда-то поедем, и я не буду волноваться о том, что у нас там не готов ужин, или еще что-то. Или там за продуктами надо поехать. Поэтому очень важно научиться здорово делегировать. Не слушая стереотипов про то, что женщина должна сама убираться, или мужик должен уметь повесить люстру, или покрасить стену. Есть специалисты, которые могут прийти это сделать, а мужик может сходить с тобой в кино. Или сходить с тобой погулять с детьми. То же самое касается женщины. Баба не должна готовить, а баба должна быть счастливой. И проводить время так, как ей хочется, если она может себе это позволить и может заработать. Поэтому немножко, мне кажется, важно уходить из этих стереотипов, что нельзя делегировать. Еще одна вещь, которая меня безумно дисциплинирует в плане моих трат, это вот эта синяя мусорка. Дело в том, что раньше мы жили в доме, где ты мог выкидывать сколько угодно, потому что у нас была комната, куда ты сносил весь мусор, и все, и там уже от него избавлялся. Сейчас мы можем наполнить только одну вот такую синюю помойку в неделю. Это помойка для переработки. То есть, если я что-то заказываю, приходят коробки, мне нужно эти коробки согнуть, порезать, ну, либо попросить кого-то это сделать и выкинуть, потому что просто так ты не уместишься сюда. И поэтому теперь я думаю так, может, мне не надо это покупать, это же придет в коробке с кучей обертки, и это придется все складывать? Да ну нафиг! Либо еще один вариант, купить что-то уже использованное, и тебе тогда не нужно будет складывать, особенно если это касается мебели, там, собирать, и избавляться от коробки. Очень крутая дисциплина, когда ты перерабатываешь коробки и оберточные материалы. Еще один момент, который очень помогает экономить, особенно классно он работает в плане гардероба, это сказать себе, я могу иметь только пять предметов теплой верхней одежды. На этом все. Ну, например, там, я живу в Калифорнии, и мне достаточно пять теплых курток. И это правило помогает вам избавляться от вещей, если вы покупаете какую-то новую. То есть вы решили, окей, я хочу купить новую куртку, готова ли я избавиться от одной из курток, которые у меня есть. И здесь вы можете придумать себе любое число, любое правило, которое подходит к вашему стилю жизни. Ребят, спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Делитесь этим видео с друзьями, которые хотят стать миллионерами. Если вы не фоллоите меня на инстаграме, я там, Lingva Marina. Обязательно подпишитесь на этот канал, и мы увидимся с вами совсем скоро в следующих видео. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова